Сделали переходные проставки с четырёх ступиц на пять для этих колёс, чтобы они были большие. Винтовая подвеска от иномарки японской. Выпилили мне стаканы. За этот тюнинг Никита отдал практически столько же, сколько стоил сам автомобиль. Говорит, не жалко. Кто теперь в этой крутой моднице узнает отечественного производителя? Очень она была узкая, мне не нравилось это, поэтому я решил её расширить и занизить. Под лифтовал, расширил, отрезал и перед вами уже не старая иномарка, а гоночный болид. Михаил уже шесть лет тюнингует автомобили. Говорит, чтобы узаконить переделки в конструкции, приходилось месяцами ходить по инстанциям и часто безрезультатно. Процедуры до сегодняшнего дня мы не видели. Мы надеемся, что всё будет предельно доступно и бюджетно, и выполнимо. Все смогут легализоваться, у сотрудников не будет претензий к нам, у нас никаких претензий не будет к этой организации. Как и прежде, тюнингованный автомобиль должен отвечать всем правилам безопасности. Подтверждать это будет техническая экспертиза. Причём в рамках эксперимента контроль будет дистанционным. Стэнс, дрифт, оф-роуд, на языке автотюнинговщиков, это и есть те самые изменения в конструкции, которые делают автомобиль заметнее. Но на такие переделки приходится лишь 20-30%. Всё остальное — это установка газового оборудования. И здесь, по словам экспертов, была полная неразбериха. Перевезти машину на газ можно было в любом гараже. При этом гарантий с точки зрения безопасности никто не давал. Документы на переоборудование часто делали нелегально, так как процедура оформления была очень затратной по времени. Автомобилисту по несколько раз лично приходилось приезжать в испытательную лабораторию и ГИБДД. Теперь человеку часть процедуры упрощается. За счёт того, что мы трансформируем этот процесс, он переходит в логику работы через цифровую платформу. Человеку достаточно, а, приехать в пункт переоборудования, где эксперты помогут правильно составить заявку и отправить ее в воспитательную лабораторию, после чего автоматически заявление уйдёт в МВД, после чего клиенту будет достаточно получить диагностическую карту, доехать до МВД, где получить отметку. Все документы по переоборудованию автомобиля теперь будут в электронном виде и автоматически передаваться в Госавтоинспекцию.